И перед тем, как я начну обзор, 20 секунд полезной информации. Первое. Ссылки, где можно купить этот смартфон по выгодным ценам, я оставлю в описании. Также не забывайте пользоваться кэшбэком Letyshops, для того, чтобы при покупке такого смартфона сэкономить еще немного денег, в частности от 2 до 5 долларов. А также после обзора я продаю много смартфонов. В описании есть ссылка на барахолку, на OLX и на табличку XL, где смартфоны продаются после обзора. Эти ссылочки в описании, так что изучайте и пишите. Подписчикам будут скидочки. Всем привет, с вами я, Вова Тишевский, и перед вами Meizu M3 Mini. Это смартфон от компании Meizu, который вышел весной 2016 года. Он имеет пластиковый корпус, этот девайс, и в принципе ознаменовывается такой как бы переходной моделью между Meizu M2 Mini и Meizu M3 S, который вот находится также рядом со мною. Который вышел где-то 2 месяца назад, а этот 4 месяца назад. И хочу сказать о том, что Meizu M3 Mini еще и это как бы более просто, как бы китайская обновленная версия M2 Mini. По какой причине я это могу сказать? По той причине, что имеет этот смартфон начинку такую, как у M3 S, а по внешнему виду это по сути тот же самый M2 Mini. На правой стороне у нас находится регулировка громкости и кнопка включения. С левой стороны у нас лоток для SIM-карт. И давайте мы посмотрим, как все это выглядит непосредственно тут. У нас, вы видите, он комбинированный. Один из лотков это комбинированный для карт памяти microSD и nanoSIM, и второй для nanoSIM-карт. Что касается самого лотка, достается он легко, засовывается тоже легко. Немного болтается, но это не особо существенно, потому что это была такая же ситуация и у M2 Mini, у M2 Note, и M1. И вообще практически у всех пластиковых смартфонов, которые по такому типу дизайна. На обратной стороне мы можем видеть камеру, которая не выпирает, она просто вровень с корпусом и вспышка. Снизу у нас microUSB слот, динамик и микрофон. Сверху у нас есть только разъем для наушников. Дополнительного микрофона, к сожалению, для шумоподавления нет. На передней части кнопочка механическая и сенсорная, то есть она выполняет две функции. Сканер отпечатка пальцев здесь нет. На всякий случай, для тех людей, кто не в теме. Если у Meizu M3s этот сканер есть, то есть сканер отпечатка пальцев, то в M3 Mini его нет. Все, это точно. Ну давайте я вам еще дополнительно просто покажу настройки. Вы можете видеть, что здесь ничего связанного со сканером отпечатка пальцев нет. Просто было много вопросов, связанных с этим и многие думали, блин, а есть он там или нет. Далее, есть фронтальная камера. В принципе, все остальное как обычно. Ничего такого сверхъестественного. Мне нравится на передней части, он такой совершенно темный. Здесь пластиковый сзади, белый. В принципе, как и M2 Mini, ничем он особо по внешнему, наверное, и не отличается. Ну, может быть, какие-то отличия есть. К сожалению, у меня M2 Mini для сравнения нет. Далее, что касается экрана. Здесь он 5 дюймов HD. И могу сказать, что по яркости, по сочности цветов, по всем-всем остальным параметрам, это практически все тот же самый M2 Mini. То есть особо тут не запаривались и ничего такого особенного не сделали с экраном. То есть он не такой классный. И сразу же давайте я тоже как бы отвечу на вопрос, где лучший экран. Конечно же, у M3s. Это видно невооруженным взглядом. И даже когда я буду делать сравнение, покажу вам несколько одинаковых картинок, вы это тоже увидите. Что касается софтверной части смартфона, то базируется на Flyme 5.1.4U или же YunOS версия 3.1.6. Скорее всего, смарт базируется на версии Android 5.1.1. Кстати, в AID мы, я думаю, можем узнать эту информацию. Да, видите, 5.1 Lollipop. И, соответственно, по факту мы имеем вообще просто свою оболочку. И даже если будет здесь у нас какой-нибудь Android 4.4, мы все равно об этом не узнаем. Производитель обновил свою оболочку. Мы видим улучшения и изменения. Производитель не обновил, изменений и улучшений нет. В частности, даже тот же самый базовый момент – это Material Design, который здесь просто тупо отсутствует и его нет. Возможно, Material Design вы сможете встретить в Google Диске, Gmail или же YouTube. Но по факту в самой операционной системе, как такового, Material Design нет. Что касается встроенной памяти, то здесь ее 16 гигабайт. Доступно пользователю 1456. И из них, из этих 1456, еще и забирает дополнительно 398 система. А все остальное я уже установил сам. То есть, вот видите, тут приложение, изображение, аудио, видео и другое. Занято чем-то другим. Кем-то другим, чем-то другим. Я не знаю, что здесь позанимало так много места. Может быть, кэш от World of Tanks. Ну, нужно поставить какой-то клинмастер и посмотреть. Но реально память очень быстро, кстати, потратилась. Поэтому, если вы любите какие-то большие, крупномасштабные игрушки, то советую все-таки присмотреться к смарту на 32 гигабайта встроенной памяти. По-моему, в Maze M3 mini такой присутствует. Но тогда уже можно и немножечко добавить и взять M3s. Все-таки как-то так. Но это отдельная тема. Что касается самого смартфона быстродействия, то все работает шикарно. Атономность на хорошем уровне. Звонилочка тоже весьма-весьма себя оправдывает. Я бы сказал так, что все мне нравится. И динамик громкий, и разговорный динамик громкий, и динамик звонков достаточно громкий. В принципе, в этом плане смартфон то, что надо. Мне нравится то, что он достаточно шустрый в интернет-серфинге. Для сравнения, давайте мы просто попробуем какую-нибудь веб-сайт запустить. Тот, который я не запускал специально. Для того, чтобы не было остаточного кэша. И как вы видите, все подгружается быстро. Смартфон скроллит приятно, хорошо. Понятно, что это и частично зависит от оптимизации самого приложения. Но, тем не менее, мощность железа тоже имеет значение. Также, благодаря тому, что здесь разрешение HD 1280 на 720, текст вполне читаемый. И все приятно, без каких-либо претензий. То есть, лично я могу сказать так, что смартфон положительно впечатлил. В плане того, что экран приятный, качественный. Ну, в принципе, как это было и в M2 Mini. Также, давайте посмотрим возможности смартфона производительности. Ну, конечно, тут стандартный плеер. Я не ставил каких-то там MX и так далее. Это видео Full HD 60 FPS. Важен тот факт, чтобы видео шло хорошо и не тормозило. Также, возможность перекрутки быстрой. 60 FPS видео воспроизводит то, что надо. К сожалению, 4К. Я так понимаю, что он просто не сможет. Видите, ошибка. Я думаю, что производителя смартфона смогла бы позволить. Но, к сожалению, стандартные плееры. То есть, с 4К. Ну, я не думаю, что вам и есть смысл сюда загружать 4К. Но, по крайней мере, Full HD 60 FPS работает на ура. Что касается музыки, то давайте послушаем. Так, следующий трех. Ну, я бы так сказал, что, конечно, логично, низкие частоты из смартфона вообще не выдает. По той причине, что динамик особо и не предназначен для этого. Для этого есть возможность слушать музыку в наушниках. Что касается музыки в наушниках, то однозначно она на хорошем уровне. Могу сказать так, что, по сути, я даже особой разницей, ну, так вот, в принципе, не заметил. Вот то с тем же самым Redmi 3S, Lenovo K5 или Meizu M3s. То есть, да, конечно, эти смартфоны чуть-чуть как бы вытягивают лучше. Но, все-таки, смартфон на хорошем уровне дает звук. Это тоже большой плюс. Кстати, давайте я еще, знаете, отсюда вам, к примеру, какой-нибудь трек еще. Слушайте, ну, очень-очень. Достаточно громкий динамик и это большой-большой плюс. Также, что касается оболочки Flyme, то она работает очень быстро, шустро. У меня лично претензий вообще нет к ее работе. Смартфон очень-очень быстро и качественно справляется со всеми поставленными задачами. Тест игр вы сможете посмотреть в отдельном видео. Ссылочка в описании или же на канале. Посмотрите. Ну, там еще парочка игр, по-моему, была затестена. Потому что они не вмещаются, поэтому пришлось часть удалить. Также теперь, что касается камеры. Давайте мы все-таки посмотрим на камеру. Она у нас весьма-весьма интересная. 13 мегапикселей основной модуль, 5 мегапикселей фронтальный модуль. Ну, к примеру, мы возьмем буквально парочку экспонатов и посмотрим, как справляется наша камера. Ну, вручную мы зафокусировали и делаем снимок. В частности, здесь с Rainbow Dash то же самое. То есть, необходим ручной фокус. Это дает возможность сделать более качественный снимок. Несмотря на то, что сам смартфон имеет возможность автофокуса. Но предметные снимки требуют как бы все-таки ручной дофокусировки. Есть режим HDR. Размер фото у нас 13 на основную. Это 4 на 3. Если вы хотите 16 на 9, то это всего лишь 3 мегапикселя. А на фронтальной камере 5 мегапикселей тоже 4 на 3. То есть, фотография будет, ну, можно сказать, такой прямоугольной. В принципе, как вот здесь на экране. То есть, 16 на 9 это на весь экран. А 4 на 3 это вот как здесь. Также у нас есть некоторые фильтры. Также у нас есть режимы. В том числе, ручной режим. Который позволяет поставить выдержку. Иса. Ручной режим фокуса. Экспозицию. И насыщенность цвета. Ну, это если вы любитель что-то так более тонко пофоткать. Вот в том же самом как бы Джорджа. То есть, можно как бы под определенными оттенками сфоткать. И я думаю, что он будет вот Джорджа. Вот того же самого Джорджа. Можно было бы, к примеру, в ручном режиме фоткать. Если вам нужна там какая-то предметная фотосъемка. Что касается видео. То по настройкам мы можем посмотреть, что снимает основная камера Full HD. И фронтальная камера снимает тоже видео Full HD. То есть, это большой-большой плюс. И лично я считаю, что это очень правильно. И, соответственно, если вы хотите снять видео, то на этом смартфоне оно получится весьма-весьма неплохим, как для данного ценового сегмента. Ну, что касается самих снимков. Я сделал ряд заготовленных снимков. В частности, давайте все-таки вам на экране продемонстрирую Rainbow Dash. Вы можете посмотреть, насколько неплохо и качественно был сделан снимок. Вполне себе приемлемо. Вот, пожалуйста, еще один снимок. Весьма такой актуальный для предметной съемки. Причем, что вот этот снимок был сделан в условиях низкого освещения. Значительно ниже, чем George и Rainbow Dash. Также фотография на фронтальную камеру в режиме низкого освещения. Я специально зашел в коридор, где меньше освещения. И плюс еще в вечернее время. Также у нас фронтальная камера на улице. То есть, в дневное время. Насколько я помню, здесь не светило ярко солнце. В принципе, поэтому я и не прищуриваюсь. Но периодически из-за облачков что-то выходило. Но все равно, вот снимок. Опять же, та же самая текстура. Отображается детализированно и размытие заднего фона. Также порадовала макросъемочка. Очень положительно. Я был впечатлен. Лучший результат, даже чем у Xiaomi Redmi 3S. Что для меня просто удивительно. То есть, в Meizu камерам я бы даже так сказал, что лучше. Еще вот один снимок. Листик и размытие заднего фона. Создают очень даже положительный эффект. Я, ну лично, я очень положительно впечатлен. Особенно вот даже с прошивкой, с новыми прошивками, камера стала фоткать значительно лучше. Кстати, давайте еще покажу пару показательных снимков. В частности, это снимок без тапывания по экрану. То есть, вот просто снимок. Я навел на прищепки и сфотографировал. Теперь, с режимом HDR, вы видите, снимок более светлый. Хотя, как по мне, он немного пересвечен. И еще один снимок. Это когда я тапнул на середину. То есть, где-то вот на эту часть, где прищепки. И у нас вообще произошел засвет. Задние части. И, конечно, все ярко видно. Но в данном случае это не совсем нам подходит. Тоже как бы не совсем удобно. Но скажу, что в камере я очень даже положительно впечатлен у данного девайса. Положительно также хочу отметить, как ловит сеть этот смартфон. Скажу, что он поддерживает стандарт 5 ГГц. Точнее, он поддерживает стандарт A Wi-Fi. AC он, к сожалению, не поддерживает. Но A, насколько я помню, это где-то больше 150 Мбит. В частности, мой Wi-Fi он ловит 7,399. То есть, это вполне себе приемлемая скорость. То есть, у меня 100, он 7,399 на получение и 58,48 на дачу. Тот же самый Redmi 3S показал немного худший результат. В общем, телефон очень даже положительный, сбалансированный. Работает хорошо. Экран приятный. Корпус классный. В общем-то, смартфон, которому стоимость меньше 100 долларов на сегодняшний день, по-моему, выдает очень даже хорошие результаты. Однозначно одобряю. Из минусов я хотел бы сказать то, что это не глобальный флайм здесь. То есть, это не совсем круто. Ну, его можно накатить, но тем не менее. Есть некоторые, встречаются китайские там иероглифы. Ну, на стройках там везде, где вы не заходили, то есть, это не встречается. Даже тот же самый калькулятор. Но, видите, здесь у нас какой-то непонятный китайский город, который я попытался поменять. А, ну, это, наверное, Пекин, кстати. Хотя, вряд ли. Вот, может быть, кстати, и Пекин. 33 градуса у них там. Вот, попытался в локализации поменять, но ничего не получилось. Вот, это, наверное, единственный минус данного смартфона. То, что по локализации, ну, не всегда что-то там, какие-то нюансы. Все остальное очень-очень хорошо. Автономность хорошая. Звонилочка шикарная. Сёрфинг, интернет, хорошо. Тесты игр посмотрите. Производительность. В Antutu, кстати, производительность, я вам не показал цифры, тоже хорошая. Как вы видите, 37732. Просто зачетная. Единственное, что вот еще памяти не хватает. Было бы чуть побольше памяти, я вообще, ему цены не было. Действительно, классный девайс. Всё, на этом я заканчиваю своё видео. Спасибо вам за то, что смотрели. Ссылочки на данный смартфон я оставлю в описании, где его можно купить по самым лучшим ценам. Ну, и не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. Ну, и будет сравнение с M3S. Насколько M3S, как бы, пошёл дальше. И если вам интересно будет сравнение какие-то другими, там, вот, с Redmi 3S, может быть, с Lenovo K5. Вы хотели бы, чтобы я сравнил, тоже напишите в комментариях. Всё, всем пока, до скорых встреч в новых видео. А также подписывайтесь на страницы социальных сетей, группу ВКонтакте, Инстаграм и Твиттер.